Седьмого ноября Украинские наемники воюют на стороне сепаратистов. По 200 баксов получают ці укропи на стороні сепаратисти їм платять. Дядьку, ковий паспорт ви поверните? Профессионали. Поофіційні мінометчики, поофіційні. Танкісту песню залишається. Боєнкори розділілись, так як боєва робота шла с нескольких позиций. Задачей одной із груп, которая выдвинулась в сторону дороги, було установити противотанкові мини по участку містності, де доджина йти колонна. Їта ж група выполняла функцію розвідки. Вони же работали со своєю позицією тяжелим стрелковим оружіем і гранатометами. Часть групи ГБР с заданням на отражение колонны противника, как це принято в хорошем кіно, виходит сквозь туман в тыл врага, дабы перерезати дорогу, по которой може пройти на помощь своїм укропська армия на легкій броні. Йдем гуською. Все заминировано в растяжках. До связи. Дошли до кукушки. Легкий перекур. Водвигаємся далі. Здарова, брат. Там 300 і більше метр, в зависимості от точки, от вот этого, от наша вилка, от трубы, от вот этого, блядь, десять метр, де можна, блядь, блядь. Вот в тому числе и такое оружие во времен Второй мировой войны будет служить нам 42-й год. Будет служить нам и в этой войне верою і правдаю. Мы постараемся наших дедов не посрамить. Ну, есть у нас, конечно, и хорошее оружие. Вот такой патрончик прошивает. Группа собирается. Последняя, последний привал и выход на позицию. давать шороху, броне, которая пойдет на подмогу своим, которых будет кошмарить наша другая группа. Дабы отогнать их отсюда километров на десять такой-то матери. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай-давай-давай, вперед! Кладут по нам. Давай ямку ищи впереди, смотри. Ну, давай туда. Рви пока пауза. Ну, раз они высадили десант, у нас вторая задача, чтобы никак не прошли они этой балочкой, этим леском. Да, тяжелая артиллерия работает их, но ничего. Бог даст, остановим. АПЛОДИСМЕНТЫ Только ж ты так не нажимай, то меня снесешь. Целы все? Целы пока? Два трехсотых. Два? Два. Их обоих? Мы потянули пацаны их. Короче, видимость у нас только вот здесь вот получается. Тык, тык. 150. Присядь. Ну, вон отмени. Перамонтометчики выдвинулись. Пошла техника. Как они отработают. Постараюсь пацанов прикрыть как надо. Скорректировали наших, чтоб они по нам не били. Чужие думают, что нас уже отработали. Вот приближается техника на подмогу, ради чего мы сюда пришли. К сожалению, братцы, надо заниматься делом. Не давала прорваться колонии ВСУ и другая группа, которая работала минометами и ИСПГ. Снежана, поработай. Это мы смотрим. Какой-то не академий. АГС трубы пускай начинает. Да у них сложность, у них слоя-то сложность. Нина! ". Нина! 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 Мина! Восемьдесят вторые! Сразу работаем! Быстро! 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 По троечке! Давай! 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 Ствол! Академик! Пошел! 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 Камаз! 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 Проскочил на Никишина! Быстрее! Быстрее добиваем его! Подразделения УКРА с Чернухина и МИУСа не могли помочь своим подонкам Никишина. Наша задача просто предотвратить продвижение их колонн на помощь. А сегодня как раз именно это и произошло? Да, сегодня как раз это и произошло. Пошла колонна, мы открыли огонь. То есть первые никто, как бы из наших никто не начинал. Начали они. Ну ты все. И что за единицы техники там были? Я не знаю, ну сколько, 5-6 Камазов там точно было. Несколько БТРов. Но БТРы тут постоянно гоняют. Так что вы такие? А работают по нам с какой стороны? Работают вот сейчас по нам с какой стороны? Из МИУСа, из Чернухина. А чем? Утесами. Есть две НОМы. Работали. Танк. Ну и 120-ые минометы. А ответку мы им чем даем? СПГ. Минометами восьмидесятками. Ну есть тут у нас еще и 120-ые. Богами, да? Боги. Это ручные минометы. Так сказать. Вот и все. Ну пока так. И во сколько примерно вот это вот все начало сегодня двигаться? После обеда. Доктор, глаза! Ай, молодец! Ай, хорошо! А теперь? А теперь на такси. Да. Все, братцы, двинулись отсюда. Во время боя, вблизи своих позиций, ополченцы заметили передвижение нескольких человек, которые перебежками двигались по полю от одних кустов к другим. Опасаясь того, что это могут быть корректировщики, разбитгруппа направилась в их сторону. Остальные все с ним. Один залег. Один залег. Второй двигает. Так, Пушкин, а ну пошли вот в тот дом. Из дома как раз хорошо будет видно. Пошли там. А я вижу. Смотри прямо сюда, он вылезет. А я их и так вижу, у меня зрение хорошее. Нет. Я шкагатировщик, у меня зрение отличное, стопроцентное. Блядь, ну он что-то там... Он там не один. Их там двое. Один левее, другой правее. Их там двое. Стридмаш кто-то. Ты знаешь, он смотрит... О, достали муху или что-то такое. Муху достали какую-то. Ну иди смотри. Сейчас. Микола Патру. Человек, который лицом сюда сидит, он достал. Все, я понял. Микола Патру. Ребят. Микола, хлопцы достали трубу. Благодаря тому, что у военкоров была камера с хорошим зумом, выяснилось, что два человека в зеленке наши. Ополченцы из другого подразделения. Случайно попавшие под перекрестный огонь. Бойцов удалось вывести из опасной зоны. К вечеру огонь стих. Нам сообщили, что благодаря слаженным действиям группы полченцев, действующих на разных позициях, подбито несколько единиц техники противника. Остальная техника рассредоточилась по полю в связи с сильными обстрелами. Затем ушла в освояси. Ближе к ночи командиры собрались вместе. И еще долго обсуждали прошедший бой. Попал куда-то, чтобы выкаривал. Да, и попал хорошо. Бах, 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 бах. Уху! Опять его. Уху! И потом же, когда я кинул пятерочку, ты говоришь, три попала туда, где лоба. Когда попал? Досил и у него звук был хороший. Да. А потом, как пошло 120-ки, мама, не горюй. Ну, несправедливая получается война. Я им пятерочку согреется, а они мне минут 20-120 открыли. Укрыния. Укрыня. Ну, я все. Не надо идти убрана. Ну, это да, да. А я сразу найду. Укрыня. 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 Продолжение следует...